Здравствуйте! Сегодня среда, 1 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Широградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Власти Украины не подтверждают официально, что атаки на объекты в российских регионах совершили именно украинские беспилотники. Обвинение потребовало 9 лет колонии для администратора телеграм-канала протестной МГУ Дмитрия Иванова, который обвиняется в распространении фейков про российскую армию. Как Владимир Путин зарабатывает огромные деньги на продаже водки Путинка. Расследование издания проект. Также сегодня. Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». 70 лет назад начала вещание русская служба радиосвобода, которая тогда называлась «Радиоосвобождение». В Донбассе продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут, где подразделения украинской армии оказались в сложном положении. Советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский в интервью СНН не исключил, что будет принято стратегическое решение об отводе войск из Бахмута. Одновременно в Киеве отвергают предположение, что продолжение боев за Бахмут связано с политическим решением. Военные эксперты указывают, что воюющие за Бахмут украинские подразделения оттягивают на себя силы российской армии, которые могли бы участвовать в наступлении на других направлениях. Много шума наделали вчера многочисленные атаки беспилотников сразу в нескольких российских регионах, причем не только в граничащих с Украиной, Белгородской и Брянской областях, но и в Краснодарском крае, в Подмосковье, в Ленинградской области и в Петербурге, где была остановлена работа аэропорта Пулково, а в небо были подняты истребители. В Министерстве обороны позже назвали это тренировкой сил ПВО. Украинские власти отказываются признать, что беспилотники были запущены с территории Украины. Вот что говорит об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Когда в стране, которая на самом деле обещала величие, а продает ничтожность, имеется в виду с точки зрения поведения на поле боя, с точки зрения того, насколько ты влиятелен в военном плане и так далее, то, естественно, люди постепенно переходят от пассивного сопротивления к активному сопротивлению. И мне кажется, что в России будет все больше и больше людей, которые чувствуют несостоятельность силовой машины, на самом деле, которая может избивать только в рамках каких-то протестных массовых мероприятий в центре города, и, соответственно, будут появляться вот эти эксцессы. То есть, грубо говоря, количество партизан, которые не связаны с Украиной, а связаны, собственно, с различными российскими, скажем так, экстремальными проявлениями политической активности или протестной активности, будут возрастать. Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. На это заявление отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сказавший, что в Кремле подалеку не верят. Атаки беспилотников вдали от российско-украинской границы – дело не новое. К примеру, два раза была атакована база стратегических бомбардировщиков в Энгельсе. И все-таки, есть ли на вооружении Украины беспилотники, способные совершать атаки, подобные тем, что имели место вчера? На этот вопрос отвечает израильский военный эксперт Давид Шарп. Рассуждает он и о целях таких ударов. Украины, безусловно, есть, в том числе, UG-22 Airborne демонстрировался в 2021 году впервые своим производителям. Украина не скрывала и не скрывает, что ведет разработку собственных беспилотников, беспилотников Камикадзе. Более того, этот шаг более чем логичен. По той простой причине, что необходимо оружие дальнего радиуса действия, необходимо возможность с военной точки зрения поражать важные военные экономические объекты России в глубине ее территории. Это дает очень многое. То есть, кроме нанесения непосредственно потери и ущерба противнику, это еще и в значительной степени отвлекает его усилия и ресурсы на защиту тыловых объектов. Например, системы ПВО перебрасываются с фронта в тыл. Ну и, наконец, психологический момент, медийный тоже. То есть, что называется, принести войну в дом россиян, которые считали до сих пор, что война, она только удел украинцев, я имею в виду, в тылу. А вот такого рода действия они позволяют достигнуть и подобных результатов. Украинцы работают над этими машинами разного типа, самого разной дальности. Пример, в Белгороде явно применялось нечто одно, достаточно примитивное, короткого радиуса действий. Стриж — это переработка советского беспилотника-разведчика реактивного, превращение его в такого рода эрзац-крылатую ракету. Это именно он или что-то подобное, скорее всего, применялось в Энгельсе дважды и в Дягилево, когда были нанесены, в общем-то, серьезные потери в самом таком чувствительном месте для российской дальней авиации. Трижды. Поэтому украинцы работают, украинцы создают вот эту вот длинную руку. И сегодня была такая не то чтобы первая проба, потому что они неоднократно уже применялись поодиночке, иногда не только поодиночке машины, сегодня сразу по нескольким направлениям на глубину территории России очень широкий географический разброс. Это такая первичная демонстрация возможностей, которые со временем растут и, безусловно, будут расти дальше. Мы точно всех результатов этой атаки все-таки не знаем. Всегда полагаться на исключительно официальные сообщения российских властей нельзя. Ну и потом не всегда бывает успешность полная. Иногда для того, чтобы добиться успеха, нужно пройти долгий путь. Например, в случае с Энгельсом дважды и Дягилево успех, несомненно, был. Сегодня, по всей видимости, в Туапсе явно во что-то попали, и, возможно, там даже был достаточно серьезный материальный ущерб. Но и нельзя забывать, что успех в том числе и в том, что была преодолена в ряде случаев российская система ПВО однозначно. Раз машина пролетела сотни километров на территории России, то ПВО, как наземное, так и воздушное, ну не оправдало надежд. А что касается поражения целей, и тем более целей жирных и вкусных, ну, к сожалению, для атакующих это всегда так. Нельзя подобное гарантировать. Однако гарантировать подобное можно, если работать над усовершенствованием машин, над тактикой и не прекращать попытки. Нельзя также забывать, что подобного рода оружие не очень-то и эффективное, если говорить о эффективностной единице применения, потому что противник, располагающий достаточно серьезным ПВО, имеет на это ответы. И, кроме того, сам по себе беспилотник, груженный небольшим зарядом взрывчатки, не способен повредить или уничтожить многие типы целей. То есть для него должна быть цель очень уязвимая, или, скажем так, огнеопасная, взрывоопасная. Но дорогу осилит идущий. В тот момент, когда машины создаются, машины применяются и производятся, то будут и успехи. И успех, в том числе, он и в отвлечении, это очень важно, в отвлечении ресурсов противника, как, собственно, Россия заметно отвлекла ресурсы украинцев, и начав массово применять шахиды 136 и 131 на защиту своего тыла. Так, собственно, дело обстоит и здесь. Это не первый случай проникновения, в том числе и управляя, в том числе и были от знаменитой атака вертолетом, если я оживаюсь, в Курской области, непосредственно в Курске. Неоднократно украинские беспилотники проникали в российское воздушное пространство, удары наносились на глубину очень серьезную. То, что российское ПВО, мягко говоря, не герметично, из этих и из других случаев, понятно, уже давно. И в России не зря, насколько я понимаю, устанавливают, по крайней мере, они понимают это и сами, российское командование. И иллюстрацией этого являются установки систем ПВО на крышах Москвы. Десятками лет существовала такая легенда, что вокруг Москвы чуть ли не некие непроницаемые ПВО и противоракетная оборона, которые почти невозможно преодолеть. На самом деле непроницаемых систем ПВО и ППРО вообще в принципе не существует. Ну а, судя по всему, в командовании российскими вооруженными силами понимают это очень хорошо. И панцири на крышах московских домов тому свидетельство прямое. Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. В одном из недавних выпусков «Времени свободы» прозвучало обращение к президенту России Владимиру Путину, российских военнослужащих, мобилизованных осенью в Иркутской области. Они просили перевести их из штурмовых отрядов в подразделение территориальной обороны, так как у них нет соответствующей подготовки. А военнослужащие из ДНР стреляют им в спины. Иркутский губернатор Игорь Кобзев заявил позже, что обратился в военную прокуратуру, а потом пообещал, что эти военные будут переведены на новое место службы. Тем не менее, сегодня стало известно, что мобилизованных из Иркутской области бросили на штурм города Авдеевка в Донецкой области. Сегодня приведу еще одно обращение, на этот раз мобилизованных из Омска. Оно было записано несколько дней назад. Мобилизованные жалуются, что их готовили как артиллеристов, но без всяких объяснений превратили в штурмовиков. Примечательно, что эти военные просят перевести их, цитата, в российскую армию под командование российских офицеров. Вот это обращение. Обращаемся к губернатору Омской области Александру Леонидовичу Буркову и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Просим разобраться в данной ситуации. Мы мобилизованы из города Омска. 504-й танковый полк, войсковая часть 83-34. В городе Омске мы проходили обучение на артиллеристов. Затем были отправлены в город Чебаркуль для учебной стрельбы на полигоне из артиллерийских орудий. Затем вернулись в город Омск, войсковую часть 83-444. Для дальнейшего прохождения боевого слаживания и обучения. Никаких занятий с нами не проводилось. С нами именно с артиллеристами. 05-01-2023 наш полк был направлен в зону СВО. По прибытию на место, как только нас завезли на территорию ДНР, весь личный состав развезли по разным местам, разными группами. Именно наша группа в составе 107 человек попала в город поясним какой. После чего связь с нашим командованием прервалась. Единственный офицер, оставшийся с нами, начальник артиллерии, подполковник, говорит, что я не ваш командир, я начальник артиллерии. А артиллерии больше не существует, так как 504-й танковый полк был расформирован, и мы теперь принадлежим армии ДНР. Спустя некоторое время по приезду на место дислокации, нас начали возить на полигон, переучивать пехоту. После нескольких выездов на полигон с нас стали требовать деньги на бензин. В противном случае, если не сдаем деньги на бензин, означает то, что нам обучения не нужны, и мы готовы к боевым действиям на передовой. После с нас собрали военные билеты, поставили непонятные печати, фото прилагается, без даты, без номера приказа и подписи командира. Мы не знаем, кто наш командир и к какой части мы принадлежим. Когда мы находились в войсковой части 83-34 в городе Омске, у нас командир полка был подполковник Кулачков Дмитрий Борисович и начальник штаба подполковник Годяев С. Их местонахождение нам неизвестно, никакой связи с ними нет. У нас нет никаких официальных данных, что мы находимся здесь. Просим вас посодействовать о переводе нас, наш личный состав в российскую армию, под командование российских офицеров. Мы не отказываемся от выполнения боевых задач, и мы не уклонялись от мобилизации. Это было обращение к Владимиру Путину, российских военнослужащих, мобилизованных в Омске. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 1 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. Владимир Путин, выступая вчера на коллегии ФСБ России, вновь заговорил на тему борьбы с сепаратизмом в России. И вот фрагмент этого заявления. Конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле. Это был Владимир Путин. Фрагмент его выступления на коллегии ФСБ. Примечательно, что уже на следующий день после этого выступления в Государственную Думу был внесен закон проект о наказании за так называемую дискредитацию участников тоже так называемой специальной военной операции. Школьницу из Тульской области Машу Мускалеву, которая нарисовала антивоенный рисунок, отправили в приют, а ее отца Алексея Мускалева задержали. Министерство образования назначило служебную проверку в Российском университете дружбы народов в связи с тем, что там во время проведения выставки на стенде, посвященном украинской культуре, был вывешен государственный флаг Украины. Этот скандал прокомментировал даже Дмитрий Песков. А можно ли говорить, что флаг Украины сам по себе не является запрещенным символом, вне какого-то контекста, который это вкладывает? В любом случае, сейчас для нас все-таки главным образом де-факто это флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию. И от этого абстрагироваться нельзя ни при каких условиях. Если следовать логике Пескова, то получается, что страны-союзники Украины, считающие путинский режим преступным, а так называемую СВО прямой агрессией против суверенного государства, вполне обоснованно выступают против появления российского флага, к примеру, на международных соревнованиях. И сегодня же прокурор запросил 9 лет колонии для администратора телеграм-канала протестной МГУ Дмитрия Иванова, который был обвинен в так называемых фейках у российской армии за публикации об атаках российских войск на Запорожскую АЭС и о военных преступлениях в Буче и других украинских городах. Вот что Дмитрий Иванов сказал своим сторонникам перед последним словом на суде. Просто знаю, что то, что мы делаем, это правильно. И все говорить правду достаточно легко. Я придерживаюсь тех же принципов, той же позиции, которые я придерживался и находясь на воле. Поэтому для меня изменилось не так много. Ну понятно, что некоторый физический дискомфорт имеется от этой всей обстановки, но в конце концов всем нам сейчас тяжело время такое. Наверное, сейчас тот период, когда я должен находиться здесь. И не я один, много честных, порядочных людей я встречаю по свою сторону решетки. Что, конечно, тоже говорит само за себя. Хотелось бы видеть их в другом месте. Но где есть, надеюсь, скоро уже сможем увидеться в более приятных интерьерах. Говорил администратор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Вы слушаете «Время свободы». Издание проекта публиковало большое расследование, в котором говорится, что Владимир Путин купил для Алины Кабаевой квартиру в Сочи площадью 2600 квадратных метров. Эту квартиру издание называет самой большой квартирой в России. В том, что Путина и Кабаеву уже много лет связывают близкие отношения и что Кабаева является матерью детей Путина, многие издания сейчас пишут практически без тени сомнения. Квартира, как и многие другие объекты недвижимости, для Кабаева и ее родственников и родственников и друзей самого Путина согласно расследованию проекта оплачена на средства из так называемого кошелька Путина кипрского офшора Эрмира. В расследовании, которое я рекомендую вам прочитать на сайте проект.media или посмотреть в одноименном YouTube-канале, рассказывается о многих деталях жизни Путина, опубликованные интерьеры некоторых помещений, где он, Кабаева и их друзья и родственники, судя по всему, проводят время. Я рассматривал эти интерьеры, у меня, откровенно говоря, возникло удивление, как можно чувствовать себя комфортно в окружении такого количества мрамора, позолота и золота, люстр с рубинами и так далее. Тем более детям. И все-таки самым интересным мне показался рассказ о том, как Путин зарабатывает огромные деньги на продаже водки, которая называется Путинка, и тоже через офшор Эрмира. Об этом говорит один из авторов расследования проекта Михаил Моглов. Компания Эрмира и то, что она является бенефициаром и владельцем торгового знака водки Путинка, было давно известно. Другое дело, что годами журналисты считали бенефициаром этого Аркадия Ротенберга, который, надо сказать, честно говорил, что он не занимается водкой с точки зрения получения прибыли. В общем, оно на самом деле оказалось так. Он в этом случае был лишь одним из людей, кто управляет и, возможно, получает прибыль. Главным бенефициаром был Владимир Путин. Схема получения прибыли от производства водки Путинка намного сложнее, чем просто сказать, что они уходят в офшоры. При производстве данного напитка, во-первых, есть разные стадии. Есть оплата за торговое наименование торговую марку, есть прибыль от получения разлива и есть прибыль от продажи. И на всех стадиях занимался, так скажем, конгломерат людей. То есть это в данном случае Владимир Путин, Аркадий Ротенберг и Василий Анисимов. Это глава федерации самбо. Такой человек, очень близкий к Аркадию Ротенбергу. Поэтому сказать, вычленить что-то одно. В целом, по нашим посчетам, как бы вся прибыль от производства и продажи водки Путинка, она так или иначе попадала в кошелек Эрмира, который уже тратился на нужды Владимира Путина. В целом, есть понимание, себестоимость производства водки довольно низкая. И, соответственно, значительная часть этой цены – это прибыль и еще акцизы. Потому что стоимость водки, несмотря на низкую себестоимость, есть так называемая минимальная стоимость, устанавливаемая государством. То есть правительством, президентом, для того, чтобы население не спаивалось дешевой водкой. И здесь как раз возникает большой коррупционный конфликт. Потому что как раз мы рассказываем про один случай, когда государство, которое всегда повышало эту минимальную стоимость, оно в 2015 году решением Путина стоимость водки была снижена. И главными минифициарами этого снижения были именно производители, так скажем, дешевого водки, которой в том числе является Путинка. В марте прошлого года компания, которая сейчас владеет брендом водки Путинка, зарегистрировала два товарных знака. Там, кажется, с лозунгами «Сила Ви», то есть «Правде» и «За нами», то есть знаки «З» и «В». И было интересно наблюдать, когда некоторые депутаты Государственной Думы возмущались, что сие священные символы используются на водке, и кто же те требовали от, как они называли, барыг, торгующий водкой, использующий эти символы, призвать их к ответу и этого не делать. Интересно, какие сейчас у них мысли по этому поводу. Есть, как мне кажется, легенда, в данном случае мы ее приводим, что один из маркетологов утверждает, что именно он в 2003 году придумал название водки, тогда он работал в компании «Винексим», и как мы дальше узнали о совладелец этой компании, для того, чтобы продавать водку Путинка, очевидно, ему надо было согласовать это, и он как раз обратился к Аркадию Ротенбергу, который использование этого номинования согласовал, а в результате Айрмира и Аркадия Ротенберг стали получать прибыль от ее производства. О том, как Владимир Путин зарабатывает большие деньги на продаже водки Путинка, рассказывал журналист издания «Проект» Михаил Моглов. И последнее. Ровно 70 лет назад, 1 марта 1953 года, из Мюнхена, начала вещание русская служба радиосвобода, тогда радио называлось «Радиоосвобождение». Слово обозревателю свободы, автору проекта, посвященного этому юбилею, Ивану Толстому. Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Идея освобождения в те годы, на пике Холодной войны, была крайне актуальной. Советский Союз не просто порвал с бывшими союзниками, но успел создать на просторах Восточной и Центральной Европы новую империю – коммунистическую. Третьей мировой войны Запад не хотел, но как предотвратить ее? Группа американских дипломатов и политиков во главе с Джорджем Кенноном добилась понимания у своего правительства. Освобождать нужно не территорию СССР, а сознание советского человека, его представление о мире. Необходимо показать, что сталинизм последовательно ведет к всеобщему ГУЛАГу. Радио. Вот лучшее решение. Голос человека. Информация, рассказ, толкование. Благожелательный и взрослый голос в Доме советского слушателя. Просветить аудиторию за железным занавесом. Помочь людям мыслить самостоятельно. И никакие армии не нужны. Совместные усилия послевоенных эмигрантов, политических беженцев и одновременно американских дипломатов дали впечатляющий результат. Своей стратегией свобода выбрала просветительство. Рассказывать аудитории о самом главном в истории страны, в ее культуре, о жизни на Западе. Познакомить с важнейшими достижениями человеческого опыта и духа за те десятилетия, пока Советский Союз был отрезан от свободного мира. И рассказать об этом должен был не иностранец, а свой, вчерашний эмигрант, знавший аудиторию не понаслышке. Он садился к микрофону и прояснял суть вещей. Одна из ранних программ так и называлась «По сути дела». Ее вел сын философа и сам человек философского склада Виктор Франк. Просвещать без собственной образованности невозможно. И радио привлекало к работе не просто дикторов или грамотных редакторов. Но прежде всего людей творческих. Поэта и критика Георгия Адамовича, искусствоведа Владимира Вейдля, писателей Гайто Газданова, Бориса Зайцева, дочь Льва Толстого Александру Львовну. А с появлением новой эмиграции поэта, барда и драматурга Александра Галича. Андрея Синявского, долгое время скрывавшегося под псевдонимом Абрам Терц. Сергея Довлатова, обретшего славу после своей кончины. Поэта, эссеиста и переводчика Алексея Цветкова. Писателя, путешественника и кулинара Петра Вайда. Поскольку на родине, за что ни возьмись, почти все было запрещено, «Свобода» несколько десятилетий подряд читала в эфир целые тома недозволенных авторов. От Мандельштама и Ахматовой до лагерной прозы и современных европейских философов. Короткие волны, помимо новостей и политики, заговорили о культуре. И все чаще только на коротких волнах и можно было приобщиться к современности. Помеха была только одна – вой и скрежет глушилок. Иван Толстой о 70-ти годах вещания русской службы «Радио Свобода». Хотя глушение «Радио Свобода» в 1988 году решением ЦК КПСС было прекращено, сейчас, 35 лет спустя, у нас опять сложности. Сайт «Радио Свобода» в России заблокирован, офис в Москве закрыт, многие журналисты были вынуждены уехать, чтобы не подвергаться репрессиям. Тем не менее, интерес к «Радио Свобода» растет, а наша аудитория увеличивается. Об этом комментарии директора русской службы «Радио Свобода» Андрея Шарова. Минувший год был самым трудным в 70-летней истории «Свободы», на моей памяти так уж точно. Нашу редакцию выдавили из Москвы, десятки наших журналистов изгнали из страны, более 20 коллег объявили иноагентами, веб-сайты и аккаунты в соцсетях заблокировали. Но вас, наших читателей, зрителей и слушателей, мы при этом, что характерно, не потеряли. Совсем напротив, аудитория «Свободы» выросла. Этот год оказался героическим и трагическим для Украины, ставший жертвой агрессии и нашедший в себе силы и мужество сопротивляться злу. 2022 выдался трагическим и постыдным для России, хотя далеко не все мои сограждане это, увы, осознают. Даже если преступная путинская война не окончится глобальной катастрофой, то страна и так-то, никогда не ходившая в хорошистках демократии, окажется отброшенной в своем развитии на десятилетия. Россия уже необратимо отброшена назад и вообще пока непонятно, каким образом российский народ собирается выбраться из цивилизационной ямы, в которую он свалился по кремлевской милости и своему неумению воспринимать реальность такой, какая она есть, а не такой, как ее показывают на экране кремлевского телевизора. Недавно один видный депутат Государственной Думы, рассуждая о новых наказаниях для тех, кто поддерживает врага, понятно, кто имеется в виду, хотя у меня, например, о врагах России совсем иное мнение, их штаб находится в Кремле, предложила действовать системно, строго в правовом поле. Конец цитаты. Вот они и действуют, системно вспахивая это свое усеянное мертвыми костями правовое поле, как им вздумается. Объявляют предателями тех, кто осмеливается думать не так, как они, штрафуют за правду десятки тысяч человек, тысячи за правду арестовывают, десятки и сотни за правду сажают в тюрьме, запрещают, запугивают, закрывают, врут, вводят цензуру. Но все это, конечно, мелочи по сравнению с тем, что они пытаются сделать с украинцами и Украиной. Я начал слушать «Свободу» задолго до того, как поступил на работу в редакцию русской службы. Помню звучание эфира советских времен. Уверен, что через глушилки или блокировки, но правда, свою дорогу найдет. Мы, как Борис Пастернак, как наша фирменная программа о культуре поверх барьеров, поверх любых искусственных политических барьеров. Много раз уже доводилось и писать, и говорить в интервью. Мне нравится слово «служба», «сервис», применительно к названию нашей редакции. Все мы служим обществу. Пекарь печет булки, почтальон разносит почту, шахтер дает стороне угля, а журналист распространяет информацию, свежую, точную, объективную, поверх барьеров. В этом и есть главный, если не единственный смысл, 70-летий существования свободы. Комментарий директора русской службы радио «Свобода» Андрея Шарова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова